экономически катится все в какую-то просто такую так бездну стояли бронетерспортеры почти до самой редакции это москва центр города это было одним из главных ведь таких посылов этих первых лет хватит нам брать и в этом смысле 90-е годы были тоже годами выбора они выбрали совершенно другой путь и для меня это стало как бы таким сигналом того что невозможно на ельцин надеяться я голова вообще на что надеюсь на что вы надеялись получил 25 лет надеялись и все государственный комитет по чрезвычайному положению ссср создание мемориала и официальная его как регистрация да как общественной организации и как раз открывала 90 и поэтому вот 90 это прям для вас такая во всех может быть смыслах очень важная и мощная страница как вы к этому пришли и что были 90 для мемориала и для вашей работы я довольно давно занималась такая у меня была домашняя работа я бы сказала потому что я начала где-то с конца 79 года начала восьмидесятых записывать людей которые пережили гулаг ирина щербакова историк филолог германист сооснователь мемориала после вторжения россии в украину живет и работает берлине 7 октября 2022 года запрещенное в россии просветительское общество мемориал занимающиеся сохранением памяти жертв политических репрессий получила нобелевскую премию мира сейчас исполняется 50 лет с момента опубликования архипелага гулаг солженицинского я его совершенно я его получила на несколько дней это был один из первых экземпляров вот так мне так сказать повезло по всяким я бы сказала дружеским связям моих родителей вот мама была одной из так называемых невидимок которые помогали значит солженицыну архипелаг произвел на меня очень сильное впечатление как цельная картина не захотелось во первых узнать еще гораздо больше а с другой стороны я увидела как можно разговаривать вот с людьми что можно от них узнать а я ведь и до этого какие-то обрывки я знала многих людей вернувшихся из лагерей они не садились и не рассказывали свои истории подряд но это время от времени как-то прорывалась в рассказах каких-то замечаниях все подруги моей бабушки прошли через лагеря я получила в подарок вот такой вот портативный филипс и это было чудо из чудес в семьдесят девятом году диктофон что ли да это было он сейчас даже в некотором музее находится потому что это было совершенно чудо из чудес потому что это означало освобождение это означало что я могу ходить просто к людям и действительно их записывать и вот это было опасно наверное извините что перебиваю нет я говорила что я не буду это делать иначе чем например арсений рогинский который который собирал материалы с ним некоторые его друзья и соратники и они их отправляли на запад и там публиковали значит в сборниках которые назывались минувшая и это само по себе конечно стало такой просто и угрозы и в общем послужило аресту потом начале восьмидесятых годов нет у меня не было никаких далеко идущих планов в этом смысле кроме удовлетворения собственного любопытства с одной стороны я действительно знала много людей вот вокруг с такой судьбой и мне казалось что если я сейчас их вот не как-то что их надо записать что это надо все-таки зафиксировать а я вообще германист работала в очень разных в самых разных местах вот был такой журнал советской литературной иностранных языках я работала референтом литературной газете значит но это такая была прекрасная работа потому что я должна была реферировать западные газеты которые получал получал спец хран да и я просто щуку бросили в реку да я там сидела и читала значит эту прессу как довольно лениво ее лениво ее реферировала вот это вот но на самом деле зарабатывал я литературным переводом потому что я очень много переводила немецкой литературы на русский язык и это было на самом деле вот главное занятие главный в общем такой источник заработка значит почему я оказалась вот в поле мемориала потому что я успела несколько ну примерно наверное около 300 человек записать за все эти годы и я не расшифровывая эти записи эти эти пленки часто они были отвратительного качества потому что я не всегда могла какие-то или с перезаписанной музыкой они у меня валялись больших таких ну в разных местах таких сумках то что я считала что если я начну их расшифровывать то это будет гораздо более гораздо опаснее чем как когда это так сказать нужно еще включить нужно еще послушать нужно еще взять единственное что я вот в отличие от вот я повторю арсения рогенского я не собиралась это публиковать что вы собираетесь делать у вас стоят эти а вот я не знаю просто чтобы осталось чтобы от этих людей что-нибудь осталось чтобы они уходили и уходили потом на моих глазах чтобы остались и голоса чтобы остались и воспоминания для меня это была психотерапия потому что у меня значит вот к началу в концу семидесятых начало восьмидесятых как очень у многих людей этого времени какая-то возникла которым подгребали к тридцатнику значит значит возникла такая ужасная тоска что боже мой но неужели не я не доживу до каких-нибудь перемен что это все будет вот такая что это вот эта свинцовая брежнятина вот она вот такая будет и вроде мы живем и вроде бы все у меня благополучно и значит и и так сказать и дочка и муж и и семья и все а а такая духота которая просто и самое что-то мне это напоминает да такая уже просто вот ощущение просто совершенной духоты и это был и и вот которая конечно была таким преддверием депрессии вот и это было абсолютным выходом потому что я когда начала разговаривать я начала ведь женщинами их вообще-то гораздо больше были среди выживших разговаривать то это была абсолютная собственная тоже псих это было на самом деле совершенно психотерапия хотя это были люди совершенно нечего тут идеализировать я подошла к вот к образованию мемориала без всякой такой и такого идеализма по поводу жертв и понимала во первых увидела что лагерь делал с людьми значит как приходилось приспосабливаться очень часто какой была цена выживания вообще и без такого как вам сказать что ведь если ты жертва это же совершенно не обязательно означает что ты какой-то прекрасный героический замечательный человек это никак не мешает состраданию совершенно но это абсолютно не означает что эти люди кстати говоря очень много раз или выходили советскими людьми совершенно потом оттуда и мне казалось это абсолютно несовместимым я долго не понимала с опытом в общем и отчасти вот в этом поле все-таки когда уже началась какая-то так такая явная горбачевская такая уже то значит настоящая оттепель да там восемьдесят шестой год я уже потом позже к моменту создания мемориала что это просто была какая-то такая немножко даже лихорадка каждый день что и и и и такое двойственное ощущение с одной стороны ощущение все-таки того что надо еще быстрее что как-то все так сказать катится экономически катится все в какую-то просто такую так бездну да когда ты выбегаешь из дома у тебя двухлетний ребенок а ты совершенно не знаешь чем не его на к это москва центр города и ты абсолютно не знаешь чем его ты будешь чем ты будешь его кормить потому что ничего нет надо еще до рынка домчаться и что-то там успеть купить когда зарплаты превращаются в ничто я же все-таки вот была таким на вольных левах значит эти все так сказать совершенно сгорает а муж в курчатовском институте этом сам там вообще значит по моему им очень быстро перестали как-то в общем что ну нет что-то там платили но нас а с другой стороны вот этот лихорадка что открывается пространство открывается какое-то пространство каждый день это было очень такое очень такое сильное чувство и действительно для меня вот это вот отношение к прошлому и вот это вот борьба за то чтобы действительно памятники поставить чтобы очень быстро стало понятно что надо архивы открывать и что это вот это главное вот и это было одним из главных ведь таких посылов этих первых лет хватит нам брать очень ведь очень про ведь я очень хорошо помню это был ведь 80 там конец это уже даже был 80 еще 85 год когда появилась статья горбачева о том что нам нужно больше правды и я помню и вот это надо представить себе эту советскую жизнь когда одна такая фраза что нам нам надо больше потом появилась значит гласность и так вот одна такая фраза как маленький комочек который такой маленький маленький значит такой снежный комочек который превращается вдруг на твоих глазах очень быстро в какую-то лавину меня в руках книга совершенно потрясающее мы покажем нашим зрителям подробнее книга абсолютно новая насколько я понимаю да и кгб против сахарова она называется только что она вышла даже там по 24 год написано то есть она или 23 да окей мне показалось ведь я уже живу ожиданием 24 года видимо тоже в ожидании перемен расскажите пожалуйста про знакомство с сахаром ну я была знакома с бонер до как-то а самим андрей дмитриевич чем нет и я в общем познакомилась фактически вот во время подготовки к этому учреждению мемориала и ну конечно абсолютно понятно знала про него и конечно возвращение его из ссылки горбачёвым было абсолютно таким вот тоже таким знаком совершенно что вот изменились времена что изменились какой был человек кон у вас впечатление ужасно очень абсолютно совершенно убежденный и вот такой вот упертый а другой стороны конечно очень такой очень вежливый очень доброжелательный невероятно скромный но это уже так много о нем но я вам расскажу один эпизод может быть который как-то немножко его на него прольет свет значит это было после это было на самом деле очень не совсем незадолго уже до его смерти его конечно рвали все на части вот потом я уже несколько раз конечно его видела уже после вот потому что это было мемориал создавался в конце 88 начале 89 года вот а потом были всякие там он был выбран значит председателем это вообще были какие-то препятствия стороны властей конечно препятствия это сейчас так кажется а препятствия были во-первых огромные а во-вторых я повторяю что каждый день немножечко открывалась какая-то новая дверь новая дверь чуть-чуть потому что у меня 88 мне вымарывали упоминание об архипелаге гулаге из моих статей московских новостях а значит потом 80 начался 89 год архипелаг гулаг начали печатать вот в новом мире так что вот это вот значит все шло вот так вот так конечно под нажимом таким и сильным давлением сильным давлением общества так и общественности и это была осень 89 года незадолго конечно уже до того как сахаров умер и кстати это было время уже который ведь время очень быстро шло мы радовались так вот этим выбором первым свободным выбором совет народных депутатов это тоже казалось таким в общем очень важным моментом и шла очень активная борьба за то чтобы сахарова выдвинуть потому что его же не хотели не хотели выдвигать также как мемориал не хотели регистрировать ведь это никак ну хорошо мы создались а политбюро все равно обсуждала шут такой за общественной организации а зачем она вообще нам нужна и что это вообще за какие-то там болтуны сидят и что это за памятник захотим и поставим памятник вообще жертвам зачем нам для этого организация какая-то нужна эти памятники жертвам вот и я и мне раздался звонок моих знакомых а это были немецкие журналисты которые в этот момент значит работали в москве которые сказали что у них есть ко мне большая просьба потому что сейчас так важны и всякие связи и связи с германией безусловно важны и что сейчас приедет йоханнес рау будет его визит тогда и что они попросили сахарова встречи потому что рау очень важно вот как сигнал встретиться и все а сахаров сказал что нет что социал-демократы очень значит на самом деле занимались такую очень в этом смысле такую позицию очень мало поддерживали диссидентов и диссидентское движение все время считали что значит можно понятно что это вот такая реальполитикой что нужно соблюдать вот такие вот какие-то вот в этом смысле не делать никаких никаких таких я бы сказала никакого такого упора вот на нарушение прав человека как-то это обходить быть осторожными что опять же что-то мне это напоминает да и мне что да и меня и что он короче в общем он не будет встречаться что он очень занят и не будет встречаться помогите вы же знаете как это важно какие сейчас как важны эти сейчас политические контакты и для социал-демократов они важны потому что мы понимаем что в этот момент коль находится в германию у власти вот и как это значит как это как это важно и в общем я подумала что наверное политически действительно ну что в конце концов ну пусть он встретится арау у меня было такое ну заочно в общем такое скорее положительное впечатление и я позвонила сахаром и на мою если бы подошла элен герна то ни черта из этой затеи меня бы не вышло и это я прекрасно понимал но трубку взял он сам и я говорю значит андрей меч я вас очень прошу и я совершенно честно я говорил вы знаете я даже думаю может быть это действительно политически сейчас было бы правильно сейчас важно все таки вот эти отношения и это поддержка и вот ну может быть вы все таки найдете какое-то время он говорит ладно позвоните мне ровно в десять вечера в этот день значит и я там что-то возилась возилась примчалась домой значит отпустила там моя помню свекровь сидела с моей моей дочке было у меня два года в этот момент и я и она я не успела ее конечно ничего уложить она там как бывает с детьми там что-то по квартире куролесила я набрала увидела что ровно набрала с сахарова значит и говорю андрей меч ну что вы мне скажете об этот момент раздался значит повернулась в замке ключ пошел мой муж значит с работы и услышал что я говорю там андрей меч я вас очень прошу он говорит мне он сказал хоть ты с сахаровым разговариваешь сказал он громко и это было абсолютно слышно а ребенка ты не уложила совершенно спать таким значит таким проявлением вдруг такого значит это вообще себе не позволялось такого домостроя но у нас не так строились отношения но действительно она была маленькая действительно я завозилась и она была уже и сахаров засмеялся значит и сказал засмеялся засмеялся и сказал ну ладно сказал он хорошо значит 20 минут значит пусть приедут я забыла он назначил какое-то время пусть приедут значит 20 минут и никаких фотографий значит и я перезвонила они были счастливы что это значит хотя бы так и эта история имела продолжение пошла следующий день я мчалась какими-то была отвратительная погода грязь по колено какая-то я стояла на переходе через садовое кольцо на вечном переходе через которым значит там никак не включался зеленый свет это вот эти переходы потом быстро или потом выстроили уже подземные переходы но тогда нужно был на этот был наземный переход там на площади восстания где нужно было ждать стоять минут по пять пока значит машины промчаться и я стою совершенно безнадежной этой самой мимо меня промчался в этой грязи сумками мимо меня промчался значит этот самый от мида совершенно с мигалками такой туда карта это самый на проспект теперешний проспект сахарова и мне совершенно стало понятно что это в общем и она сразу из мида потому что я знала едет к сахаров а я значит с этими своими сумочками сумочками потащилась потащилась домой вот вам такой так такой эпизод этой жизни тоже вдруг мир стал таким близким да все вообще вдруг все как будто в руки само пришло с одной стороны несмотря на фоне вот это в общем но не то чтобы нищеты но в случаях многих и нищеты да нет конечно нищеты я хорошо помню что моя мама моя мама нет это нет это не не родители это моя сестра у которой считалась многодетной то что у нее трое детей и это был новогодний заказ по моему восемьдесят девятого или девяностого года там была бутылка водки перец такой вот этот вот в зернах и по моему что-то еще такое же хорошо при простуде или при желудке водка и что-то вот в этом же и что-то вот и что-то в этом духе еще такой вот и это было все и это совершенно это совершенно не приучение и при том я повторяю что мы все рабочим такие витки молодые еще люди и что этот и и что это просто центральные улицы нашего города я уже не говорю что творилось алкоголем я это это как раз было вот в этом самом таком универсами так называемым который был нам недалеко от моего дома и я видела значит эти просто бои там значит в этом самом автор фразы нам нужно больше больше правды между прочим постарался представить себя отчетливо 91 год путь и затем распад союза сколько вам было лет чем в этот момент занимались как вы это все встретили значит мне было я сорок девятого года рождения в этот момент я работала в независимой газете которые создали да и я была на даче как многие в этот в этот в это в этот день рано утром вернулась москву совсем рано раздался телефонный звонок мой отец звонил мой отец и сказал что у нас государственный переворот вот имею ввиду я сразу же побежала в редакцию мгновенно и а мой муж значит бросился значит в институт но по моему а по дороге он сказал нет нет значит кто-то нам позвонил сказал там люди собираются люди собираются у белого дома надо идти туда я пойду туда значит я говорю только джинсы переодень крикнул и я ему потому что он с дачи мы приехали с дачи значит и он значит надо мной страшно начал смеяться ведь но он сказал наверно наверно все таки у них нету шансов если ты считаешь что мне надо что мне надо переодеть а в каком смысле джинсы жалко или наоборот наоборот они были страшно они были какие-то все значит драны и вообще такие то сам поэтому значит я вот это ему сказал бы я помню что она мне это поминает он действительно помчался туда к белому дому где он потом фактически два дня или даже почти что там все это время был а я побежала в редакцию и увидела как вам как мы это видели в чили значит помню вдоль мина значит мясницкой тогда еще не переименованный стояли стояли бронетранспортеры почти до самой редакции и мне казалось уже все я прибегу а там люди арестованные сидят но это все был действительно странный путь как мы с вами понимаем да значит он был такой какой-то во всем чем быстро стало понятно что он какой-то дурацкий странный но вот я была в этой редакции и сейчас нет об этом времени говорить но это такое было странное чувство потому что там ведь был леонтьев третяков и это для людей и и казалось что все действительно что все этим не знают татьяна малкина но с малкин это ничего не произошло а вот что касается вот я и говорю что это так странно я помню что я бегала в магазин покупала какие-то продукты потому что собирались сидеть всю ночь там не знаю хлеб сыром или что-то в этом духе и казалось боже мой теперь вот это совершенно ясно это все этим все этим объединены вот и никто мог подумать что потом эти люди превратятся в тех кого они превратились таким совершенно страшно очень коротко как вы это объясняете я уверена что вы много рефлексировали на эту тему я тоже наблюдал трансформации тоже очень много думала об этом ну ну во-первых я думаю что так сказать тем ценности которые казались для меня такими вот такой самый простой вопрос а именно значит действительно абсолютно настоящая демократизация гуманизация общества совершенно настоящая открытость этого общества то о чем вы мечтали то о чем мы мечтали для этих людей все таки по-видимому совершенно ценностями не являлись может быть в этот момент им казалось что да но на самом деле я не верю совершенно трансформацию человека есть какие-то вещи незыблемы ну как немножко как 10 ног и как 10 заповедь вообще не все таки и что ложь ненависть вообще приспособленчество такое страшное значит не знаю жажда денег все таки приоритетные по сравнению с какими-то другими по сравнению с какими-то другими вещами и в этом смысле 90-е годы были тоже годами выбора вот и вот они выбрали совершенно другой путь чем бы они потом чем бы они этот путь чем бы они потом этот путь не объясняли но я считаю что это ведь это ведь не такие что называется люди которые вообще ничего никогда не знали не ничему не учились вообще ничего нет это совершенно это абсолютно сознательный сознательный выбор этих людей вот и все путин многократно повторял какой ужасной катастрофы был распад союза что для вас был распад союза вы знаете я вообще считала что совершенно ну таким может быть в каком-то смысле идеалистическим образом потому что я никогда не могла себе представить что я до этого доживу но я вообще считала что конечно во первых совершенно было видно как этот союз трещит по швам и это было почти начиная со всей моей сознательной жизни 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 потому что это же только казалось что это же только сейчас вот в этой во всей ностальгии у людей есть там или они говорят что ну да мы же были таким единым государством мы же были все были вместе мы же все были советские люди а вот теперь это все распалилось мы же были великая страна и с одной стороны действительно эти рессентименты безусловно играют роль в том что происходит сегодня но я же совершенно всю жизнь прожила на самом деле очень острой ситуации по этому поводу потому что во первых мы прекрасно знали какие напряженные отношения между об этом масса анекдотов и тогда казалось это смешным никто же не думал что мы доживем до страшной до страшной войны по поводу дружбы по поводу дружбы кавказских народов все анекдоты армянского радио сводились очень многие анекдоты армянского радио сводились к этому что значит дру что значит дружба народов и что значит значит то есть это усмеивалось как нечто что они имеют да что не совершенно конечно как дружба азербайджанцев азербайджана с армени вот и этого было а когда я была моя первые какие-то Некоторое сознательное восприятие, я имею в виду, в смысле СССР, это вот эти выступления, например, в Тбилиси после развенчания, так сказать, Сталина. И вот эти просто такие кровавые события. И было ясно, что это всё совершенно не такой, совсем не такой простой вопрос, а гораздо более сложный. И очень много примеров и того, что происходит в Средней Азии. Ведь сейчас тоже очень многие забыли, как кончался этот СССР, с какими... Ну, я уже не говорю о том, что Афганская война перекидывалась на Таджикистан в сильной степени, и эти конфликты как-то там были совсем-совсем близко. Но вообще ситуация, отношение к женщинам. Это тоже забыли, как женщины, там же были массовые случаи поджога женщин, которые от какого-то такого ужаса и безнадёжности, а хлопок, на который посылали вообще детей там, которые по полгода вместо школ проводили за этим хлопком. И коррупция там, и подпольный бизнес, который так процветал в самых разных местах. А самое главное, конечно, для меня играло большую роль диссидентское движение. И движение это в странах Балтии, когда я знала, сколько людей сидит там, так сказать, по лагерям, как долго было сопротивление. Это всё уже было... Это было советской власти, это всё же было и в Западной Украине, каким долгим было это сопротивление после войны. Во всяком случае, я совершенно не считала, что это монолит. Я считала, что есть какие-то скрепы, безусловно. Ясно, что война была некоторой скрепой такая для вот этого... Великатизм. Да, да, и победа в этой войне. Но я вообще совершенно видела, сколько там проблем. Я уже не говорю о с народами депортированными, о с крымскими татарами, которые до конца боролись. Нет. И я считала абсолютно, и считаю до сих пор, что распад СССР в том виде, в котором он существовал, это совершенно на самом деле вещь, к которой я относилась положительно. Я только считала таким совершенно идеалистическим образом. Но время и давало некоторую почву для этого идеализма, несмотря ни на что. Я считала, что вот... А теперь, может быть, вдруг удастся, чтобы это действительно стала настоящая федерация. Чтобы это была федерация, чтобы там возникли, так сказать, свободные страны, где бы тоже была бы там... Ну, допустим, со Средиазиатскими республиками у меня были большие сомнения. Но я считала, что страны Балтии, Украина, может быть, Грузия, вообще все, что можно... Армения, что можно создать... Что можно создать настоящую федерацию. Настоящую... Ну, вроде как, не знаю, Европейский союз. Или даже ближе, потому что есть только, так сказать, общие истории. И что вот это будет спасение. Значит, что это будет спасение для вообще страны, что это будет почва для демократии. Так же, как я считала, очень важным местное самоуправление и местные выборы. И вот эти вот, я бы сказала, две надежды, совершенно идеалистические, что это, как мы видим сейчас, что это будет, с одной стороны, федерация, такая по-настоящему свободная. И ведь в этот момент никто не плакал по этому. Я же очень хорошо помню эту атмосферу по этой СССР. Да и пусть, господи, да и пусть уходят, сами еле выживаем. Вот, значит, в конце концов. Ну и все-таки можно было представить себе тогда, во-первых, вообще войну, а во-вторых, войну между Россией и Украиной. Значит, для меня, если вот вы спрашиваете про красные линии, и, между прочим, так как-то жизнь положила, что я в эти дни оказалась в Германии, и даже просто в Берлине, когда началась Чеченская война. Это все нагнеталось, и я очень хорошо помню, как я даже какому-то давала какому-то отношению с Чечнью, и обострялись, и обострялись. И я еще, я помню, что осенью, я, по-моему, какому-то, какому-то или австрийскому телевидению, или кому-то я давала какое-то интервью, и я сказала, что вот мне кажется, что очень такая, очень опасная ситуация возникает там на Кавказе и с Чечнёй. И тогда я помню, хорошо, что меня говорят, а Чечня это вообще что? Я говорю, а где это? Я говорю, что... Есть такое место. Я говорю, что, ну вот, я даже помню, что я сказала, я сказала, что, ну, в общем, не дай бог вам скоро так сказать, что это скоро вы услышите, это название очень часто. И была, на самом деле, права, к большому моему сожалению. И я помню, что вот этот вот войск, и вот этот вот войск грозный, и бои в городе. Настолько-то я была историком, и настолько-то я знала историю даже Великой Отечественной войны, я знала, что такое вообще бои, что такое бои в городе. И много раз мы об этом читали, и много об этом литературы, и всё, какой-то ужас, какая это кровь. И я считала с самого начала это, ну, хуже, чем, так сказать, хуже, чем преступлению. Такой жуткой, страшной, политической ошибкой. И для меня это стало, как бы таким сигналом того, что невозможно на Ельцина надеяться, на самом деле. Вот это вот было... Конечно, до этого было уже 90... До этого было... Это было не случайно. Конечно, до этого был 93-й год. Вот, но... Вы считаете, это ошибка, кстати, 93-й год, расстрел парламента? Значит, я считаю, что с 93-м годом это очень сложная ситуация была, потому что она... До неё довели глупостями всякими. Очень такой... Ну, понятно, значит, это вам все будут рассказывать, значит, одно и то же. Сколько было сделано политических глупостей. Вот, значит, как были, так сказать, на самом деле полуброшен процесс реформ. А я уже не говорю о том таких глубоких реформ от страха, конечно, перед экономической ситуацией, экономическим кризисом. Вот. Но как было... Как выстраивались отношения с, так сказать, с этим так называемым парламентом? Это ещё не был на самом деле парламент, это был Верховный Совет. Какие люди туда попадали? Кого Ельцин отстранял на самом деле от, так сказать, власти? Когда он прерывал реформы, вообще фактически, значит, я бы сказала, спихнув на Гайдара ответственность. Вот теперь, и вот, так сказать, вот они это всё заварили, значит, вот вам. И канализировать таким образом раздражение людей против реформы, против реформаторов. И мне это с самого начала. Я вообще считала, что это очень неправильный шаг. Относилась к этому, отнеслась к этому отрицательным образом. И потом, вот это вот, я была уверена, что вот этот вот подбор кадров, Хасбулатов, Рудской, люди, которые какую-то высказали такую во время путча 91-го года, показали некоторую свою такую даже личную или какую-то преданность, но это совершенно не означало, что они могут быть какими-то политиками в такой сложной политической ситуации. И когда я видела, что задвигают людей, которых я понимала, такого либерально-демократического толка, какие бы ошибки, например, они бы не совершали вот в этом смысле. И выдвигаются какие-то такие популистские фигуры, что это ни к чему хорошему не приведет. Есть точка зрения, что именно 93-й год с этого момента все пошло, фактически начался финал уже, да, вот этого демократического процесса. есть другая точка зрения, что этой вот реперной точкой был скорее 96-й год и выборы, перевыборы Ельцина, которые были, ну, так себе, хотя Альфер Ткох со мной не согласился. Я считала, что это безусловный кризис и безусловное свидетельство беспомощности, потому что уж там палить по ним это свидетельство беспомощности. Я, правда, совершенно не считала, что если эти люди придут к власти, что это приведет к чему-нибудь хорошему. Наоборот, у меня это вызывало очень большие опасения. Но Чеченская война меня очень сильно напугала. Очень сильно напугала. И вот эти вот такие... То есть вы представляли разные сценарии? Да, и потом, да, этот разный сценарий. И знаете, что меня еще напугало очень сильно? Я пришла, я преподавала тогда в РГГУ частично. А я училась, но жалко не у вас. Да, я преподавала тогда в РГГУ. И я пришла, и это был такой... Я вела такой спецкурс по устной истории, памяти. Вот, я пришла. Это было первое... Это было, значит, вот после чеченских событий. Значит, я пришла, и вдруг я слышу то, чего я не слышала с 80... Очень давно. И вообще в такой форме не слышала то самое, что... Они меня стали спрашивать по поводу чеченского... Как я отношусь к чеченской войне, студенты. Я им сказала, они говорят, ну, а вообще, что говорить-то? Это самое... Вот, пожалуйста, вам. Сталин решил вопрос ведь чечнёй. И я подумаю, боже мой, боже мой. И это, значит, Сталин ведь вопрос чечнёй решил. А вот сейчас они... А вот сейчас они не могут ничего. И вот это вот мне показалось, господи, вот это вот, вот это вот и сдвинули. Вот, так сказать, вот и выпустили этого джина, вот и выпустили этого джина, ну, дремлющего из бутылки. Оказывается, эти настроения, они были не такие глубокие, как мне казалось в начале перестройки. Конечно, ещё, так сказать, вставала свобода слова. Но репортажи, которые шли с войны, репортажи из Грозного, я их внимательно смотрела, и мне казалось, и вот они и подпитывали-то вот эти вот слова по поводу того, что Сталин решил бы вопрос. Они мне казались такими жуткими, совершенно какой-то такой страшной гримасой и такой как бы пародией на вот эти вот военные репортажи и вообще, что вот это вот наше, что мы теперь, что это наш Сталинград, что мы вот почти вот так. Это для меня было таким очень признаком поворота. А 96-й год, я признаюсь, что да, я голосовала за Ельцина. Мне казалось, что Зюганов, что это такая экономическая ситуация такая, что если они сейчас запустят, что он обещал? Это же не социал-демократы приходили к ЛАШу. Если они запустят сейчас печатный станок, то это вообще всю страну. Да еще на фоне войны это вообще всех разнесет. Вот мне казалось тогда, что если они загубят вот эти вот, мы все-таки надеялись. И у меня все время было такое двойственное состояние, все время некоторые надежды. Ну вот включится же экономический, они же заработали. Но они заработали, но, к сожалению, уже при другом произведении. Да, значит, что они включатся, что они заработают эти реформы, что это решит какой-то, что это снимет остроту. А что если сейчас придет в власти Зюганов, то это сейчас они затормозят эти реформы, и тогда вообще непонятно, что с нами со всеми будет. Почему проголосовать за Ельцина? Я сама голосовала за Ельцина, слушайте, тоже это понятно. Тут в другом вопросе. Есть такая точка зрения, что Ельцин как бы не выиграл, на самом деле. Но я тогда говорила, боже мой, если бы даже была бы фигура типа Бразаускаса или у поляков, когда приходят бывшие коммунисты, но ясно, что они скорее какие-то левые социалы, что они скорее ближе к левым социал-демократам. И тогда можно было... Но Ельцин тоже бывший коммунист. Да, конечно. Но только он уже был в том состоянии, когда, во-первых, ясно было с этой войной, что он с этим не может справиться, а во-вторых, он был совершенно не в том физическом состоянии, чтобы что-нибудь, чтобы чем-нибудь по-настоящему рулить. И эта операция, которую на сердце ему сделали, она ведь тоже, на самом деле, она ему жизнь продлила, но он не был такой действующей фигурой, на самом деле, потому что мы видим, что, так сказать, что было за его спиной, и кто уже, и кто уже фактически распоряжался, и кто уже фактически распоряжался этой властью. В принципе, мы даже знаем по именам этих людей. Это когда я хочу сразу в 31 декабря 99-го года, было же понятно, что это Путин, он его назвал. Что вы подумали, что вы думали вообще о Путине тогда? Да, и то, что до меня доходило, было очень плохо, потому что, значит, вот все, что я слышала из начала Ленинграда, потом Петербурга, не внушало мне никакой надежды. Мне казалось, что вот это вот, как сказать, уничтожение забалов этого прошлого, что это чрезвычайно важная вещь, что оно как труп лежит на дороге, что нет реформ, нет реформ госбезопасности. Вот это вот меня ужасно пугало, что явно совершенно она не реформируется, что меняются люди, и все, но не происходят настоящей реформы. Вот эти вот рессентименты, ностальгия, она сначала носила такой веселый ход, она шла в разных направлениях. Во-первых, начало началось с того, что Великая Россия, которую мы потеряли, и это ностальгия по царской России, что тоже для историка оказалось совершенно такой, вот это тот рай, тот рай, который мы... 1113 год бесконечно тут возник, это такое счастье вообще было. Вернемся туда, культ царской семьи, конечно, они совершенные мученики, это правда, но представляют семью Романовых все-таки, и особенно последнего императора. Только как жертву это... и снимать с него всякую ответственность за то, что произошло. Вернемся просто. Да, да. Это, конечно, совершенно мне казалось абсолютно тем самым, совершенно фальшивой картиной. А кроме того, это создавало уже такой фон, ну да, мы бы... этого бы не произошло, если бы не враги внешние, внутренние. Это же стало нагнетаться какие-то шпионы, какие-то агенты, которые вот так, так сказать, воздействовали, вот так вот повлияли, а то бы, значит, все было бы хорошо, и все было... Да. С другой стороны, конечно, то, что людям было гораздо ближе, это ностальгия по-советскому. Которая тоже была упакована вот в этот самый, то, о чем мы много раз говорили, такой парк культуры и отдыха, такой советский. И вот эти вот так... Да, мы расстаемся, конечно, с прошлым, смеясь и с улыбкой, если бы были проделаны, если бы мы не увидели, что это прошлое, нас на каждом, значит, мордой об стол все время, мы об этом прошлое спотыкаемся. И вот эти вот... И меня... Вот эти вот песни о главном... Я вообще очень... Я, говорит, росла под... Что это? Что это? Как дети моего поколения. Старые песни о главном. Под радио. Поэтому это все были песни, которые все знали наизусть. И вполне себе, на самом деле, ради смеха всегда пели, а я вообще на самом деле петь люблю. Но все слова эти из-под корки откуда-то немедленно возникают. Каким ты был, таким ты и остался. Но вот эта обертка, эта глянцевая, когда ей ничего не противоставляется, это тоже ведь не совсем, конечно, правда. И вот в эту ночь, если вот уже вернуться к 91-му году, мы всегда собирались с моими родителями. У них... Вот вся наша семья, которая тогда еще была в Москве. Вот. И мы включали... Потом мы, как правило, расходились, но вот в эти 12 часов мы всегда были с моими родителями. И когда он произнес эти слова «Я устал, я ухожу», то у нас просто у нас гробовая тишина. И надо сказать, что этот весь Новый год был нам абсолютно испорчен. Потому что все все время говорили, что про него слышали, что никакой хорошей информации нет. А я, как это сам я говорила, что очень опасная биография. Что я совершенно не верю, во-первых, все, что доходит. А во-вторых, я совершенно не верю, что человек с такой биографией, что от него можно ждать, так сказать, чего-нибудь хорошего. Вот. И вообще... И вообще выбирать, так сказать, человека из госэструктуры госбезопасности мне казалось совершенно немыслимой вещью. И я считала это очень огромной ельцинской ошибкой. И пришла в мемориал. Потом вот кончились эти праздники. Я встретила Арсений Рогинский, который тогда председатель мемориала. Я говорю, а ты что такая мрачная? Я говорю, а что, чему тут радоваться? Он говорит, да, конечно, это плохо. Но все-таки я думаю, что... Ну, послушай, уже столько сделано. Им не удастся отмотать назад. Им не удастся отмотать назад. И это все-таки те даже люди... Я считаю, что большинство людей даже очень настороженные, критически относящихся и считавших, что это большая ошибка. И что мы все-таки себе не представляли, что удастся так отмотать назад. Да, что будет откат, что, может быть, будут какие-то... Это почти все, как мы учили, революция сопровождается, контрреволюция очень часто. Но что это дойдет до такой степени, что это превратится в такую форму... Все-таки этого я тогда себе не представляла. Может быть, и хорошо, если честно. Потому что я думаю, что больше того, что вы сделали, вряд ли бы удалось сделать. А жить с таким грузом было бы невозможно. 97-й год. Мемориал выпускает книгу «Неизвестный солдат Кавказской войны» 1994-1996 год. В книге приведен поименный список погибших, пропавших в бизнесе, плененных российских солдат в ходе Первой Чеченской войны. Я вот вчера смотрела на эту короткую фразу, просто готовясь к нашей встрече, и думала, что сейчас, кажется, такое выпустить было бы невозможно. Кажется, что список российских солдат сейчас как бы как жертв тоже, было бы невозможно. То есть это назовем это синдром нашей мальчики, который широко... Мы знаем этот миом, который теперь распространен. Считаете ли вы так же? Почему тогда российские солдаты не воспринимались как агрессор? Во-первых, я, конечно, хочу сказать, что я историк. Все-таки у нас в мемориале было распределение. И мои совершенно замечательные коллеги Александр Черкасов, Олег Орлов, которые этим непосредственно занимались, и даже просто подвергая себя просто реальной, абсолютно физической опасности, как Олег Орлов просто неоднократно, Сергей Адамович Ковалев. И я, во-первых, совершенно доверяла их отношению к людям и их оценке событий там. Я бы сказала, что сыграли... Для меня играют роль в этом смысле. Разница заключается вот в чем. Это были мобилизованные, и это действительно мальчишки, площадь рядом по 18-19 лет, которых просто туда сунули, в это пекло, в этот грозный, и которые абсолютно мало что понимали. И в этом смысле их матерям, например, которые, кстати говоря, ведь тогда было довольно большое движение, поехать найти хоть кости, хоть что-нибудь. Об этом тоже очень много есть рассказов, причем абсолютно без всяких денег, в совершенной нищете, без всего, там просто вот искали, потому что это носило все, тоже характер совершенного насилия со стороны государства. Совсем не так, как это сейчас, когда есть контрактная армия, когда есть и более того. Но еще солдатские матери какие-то совсем другие. Ну да, конечно. Я говорю, контрактная, я же говорю, это контрактная армия, это деньги. Мобилизованные тоже сейчас есть. Это деньги, которые... Там есть какие-то сравнания. Значит, я бы так сказала, что у правозащитников бывает очень неприятная и тяжелая, тяжелая, так сказать, вещь. Это вообще тяжелая и неприятная работа. Да, это очень тяжелая и неприятная работа, потому что, конечно, одним из таких главных усилий была все-таки документация преступлений, совершенных советской армией. То есть вот советской, я не случайно это сказала, армии там. И это, значит, бомбардировка мирных, зачистка и бомбардировка мирных этих самых деревень. Масса беженцев оттуда. Значит, насилие, которое никак... И это все-таки было главной заботой наших правозащитников. Но другое дело, что... Я повторяю, что вот это, так сказать, соблюдение прав человека в этом смысле, оно распространялось и на поиске вот этих вот неизвестных солдат и неизвестных могил хотя бы на право знать, где... Хотя бы на право вот это вот общество имеет право знать, и оно и сейчас должно иметь право знать, где, кто и как, так сказать, и как погиб. Все это выглядело по-другому, выглядело, безусловно, по-другому, чем сейчас. Но то, о чем пишут наши и очень много сейчас, это о том, значит, как, к чему привело абсолютное нерасследование военных преступлений там, замалчивание их. И вот тут вот, кстати говоря, тут уж вроде бы не было цензуры, но тут работала, конечно, цензура, которая и армия, которая абсолютно не собиралась ни в чем признаваться, ни в каких преступлениях совершенно. Вот общество давило еще, так сказать, как-то. Вот было возможно, там было возможно документирование, вот, которое осуществлял мемориал, да, но вот это вот... Вот это вот то, что армия скрывала эти свои преступления, никого не наказала, никто не был осужден, это, конечно, тоже открыло дорогу. Открыло дорогу тому, к чему мы, и к тому ужасу, к которому пришли сегодня. Вот так я, собственно говоря, эту ситуацию тогда вижу, но, на мой взгляд, вот я уже повторю, что, на мой взгляд, вот эти обе чеченские войны, войны, они в сильной степени, в конце концов, помогли Путину прийти к власти. Мы снимаем этот эфир, этот фильм в Берлине, в Роденбургские ворота, у нас прекрасный офис, неподалеку. Как вы себе представляете дальнейшую жизнь и рассчитываете ли вы вернуться в Россию? Да, это вопрос, который мы все себе, мне кажется, ставят, все, кто уехал, потому что на него нет хороших ответов. И они для меня очень трудные, эти ответы, потому что, конечно, я уехала с ощущением ужасно тяжелым, очень горьким, что не удалось, что, конечно, все так или иначе, кто в это время как-то действовал и что-то делал за это ответственным, почему не удалось. И как это бывает, из маленьких же песчинок складывается или из маленьких капелек складывается этот поток, почему удалось его приостановить, и что мы сделали не так, были у нас вообще исторические шансы и так далее. И это очень тяжелый вопрос. И, конечно, я знаю, что в мемориале есть люди, которые, и не только в мемориале, которые продолжают и считают, что они как Олег Орлов, что они все равно считаются, они должны оставаться там и говорить там, так сказать, там, и быть готовыми садиться в тюрьму. И мы знаем, что есть люди, которые в эту тюрьму сели. Но, во-первых, для этого надо иметь мужество. Во-вторых, есть часто прагматические вещи, когда человек думает, что, может быть, он все-таки может какую-то пользу принести где-нибудь все-таки здесь, или там сидеть, так сказать, как-то молчать, или все-таки какую-то, может быть, пользу принести здесь. Это очень спорный вопрос. Кто нас слушает? Так же, собственно, как и русские СМИ. Кто нас слушает? Для кого мы сейчас? Кто нас вообще воспринимает? А перекроет нам этот канал? Вообще связи закроют? Все Ютубы, значит, и все. Что мы вообще будем делать? И кому мы будем обращаться? Это вопрос, конечно же, для всех нас. Это так было всегда при поражении людей, при поражении демократии, когда приходится это признавать. Конечно же, приходится каждый день объяснять это себе заново, кому и для чего мы снова печатаем книжки, для кого мы сохраняем наши архивы, и кому мы их дигитализируем, для кого мы, я не знаю, проводим эти наши акции, снова устраиваем выставки. И это, конечно, всегда теперь для нас, наше место там было такое, так сказать, понятное. Теперь это очень сложный вопрос. Это сложный вопрос ко всей, значит, эмиграции, ко всей диаспоре. Но... Хочу сказать, что мне это напомнило то, с чего мы начинали, эти сумки с записями. Да. А для кого это было? Да, 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 да. И знаете, я иногда... Вообще, это такой есть соблазн отчаяния. И он во время... И он очень, между прочим, вот когда началась эта война, то я просто увидела, что он нас очень многих охватывает. И в этом есть тоже какой-то соблазн. Вот такого отчаяния. Вот ничего мы сделать не смогли. Пропади все пропадом. Вообще уже и все это вместе. Вот. И я помню, что я спрашивала вот этих своих там женщин. 20 лет муж погиб. Муж расстрелян. Единственный сын погиб. Сама там на, не знаю, срок еще потом. А еще срок... А у тех, у кого срок 25 лет. И я говорила, а вы вообще на что надеялись там? На что вы надеялись, получив 25 лет срока? А вот надеялись, и все. И это, конечно, такой... Потому что человеку все-таки свойственно надеяться, я бы сказала. Но, кончая наш разговор, я все время все-таки думаю о том, ну, может быть, моя, так сказать, жизнь и как-то судьба в этом смысле так устраивалась, что я как-то... Вот это вот отношение к Украине для меня было совершенно таким... Это же бывает, что оно головное, у меня оно было совершенно естественное. Абсолютно. И по моей семейной истории, потому что у меня, значит, все бабушки и дедушки со всех сторон оттуда. И потому что я каждый... Каждый... В течение 20 лет... Почти каждое лето проводила в Украине. Вот, и видела, что там происходит. И, значит, при всех сложностях, и того, чем это все, так сказать, сопровождалось и политически, и все. И в этом смысле у меня не было никаких... Никаких и нет никаких сомнений. У нас нет никакого шанса вернуться домой. У меня не будет, пока эта война не закончится. И закончится так, как это так или иначе решит Украина. Вот. В этом смысле это, может быть, очень эгоистическое опять рассуждение. Но я в этом абсолютно убеждена. Совершенно. Только это может дать какой-то шанс на возвращение, если я до этого доживу. Государственный комитет по чрезвычайному положению СССР. Российская армия не знала, что идет в комитете за Чечне. Уклюжение сапоги. Это коробка спонсируется. Я ухожу в подставку.